Приветствую, друзья! Сегодня несколько неожиданный, незапланированный выпуск. В связи с тем, что произошло историческое событие, всеми нами любимая компания Murakniv впервые в своей истории выпустила нож в фулл-танком. Называется Garber. Насколько известно, к дизайну ножа приложил руку известный выживальщик Дэв Кентербери. Он у себя на канале уже выложил небольшой ролик с фотографиями тестов этого ножа. Вообще, инструмент получился симпатичный. И вот можно видеть, что монтаж рукояти немножко похож на F1 с торчащей пяточкой сзади. Традиционные спуски скандинавские, традиционные сталь на клинке Sandvik. Пока только один вариант предлагает Murakniv нержавеечку. Полиамидная рукоятка, будут еще ножны для этого ножа. Ножны будут тоже и пластиковые, и кожаные. Кожаная будет такой коробочкой с клапаном, будут закрываться полностью. 229 мм полная длина ножа, при том, что длина клинка 109 мм, и в обухе он будет 3,2 мм. Ну, такая толщина вполне рабочая, не тонкая, не толстая. Вполне нормальный для нормального рабочего ножа. И масса, вес будет 272 грамма. Цену нам обещают 100 долларов за нож с пластиковыми ножнами, и 110 долларов за кожаные ножны. Но, к сожалению, пишут, что в продажу он выйдет только во второй половине 2016 года. Ну что ж, мы подождем. Я думаю, что все будут довольны этим ножом. Подсобираем немножко денег за полугодика, и если получится, купим. Заранее мне кажется, что это будет просто лучший нож за свою цену. Уверен, что Murakniv нас не подведет. Вот. Единственное, что я не смог полностью разобраться, что такое Гарбер, почему он так называется. То, что я нашел в интернете, это географическое какое-то название, то ли какой-то парк, который находится рядом с городом Мора, то ли какой-то курорт горнолыжный. В общем, если... А может быть, это фамилия какого-то тоже. Бушкрафтера, я не знаю. Ну, я нашел только название какого-то, какой-то местности рядом с городом Мора. Если кто-то что-то узнает об этом подробнее, какую-то информацию, прошу написать об этом в комментариях. Спасибо. Я думаю, это видео заслужило лайки, и по крайней мере не мне, а новому замечательному ножу от компании Murakniv. Будем ждать. Спасибо.